Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодняшнее видео посвящено квантовому сознанию, о том, как это сознание проявляется во Вселенной. Мы видим, что все является одним целым, даже если незримо, это ощущается иначе. Видимо, когда мы наблюдаем за физической Вселенной, мы видим некую разделенность. Но на внутреннем уровне мы чувствуем эту цельность. Когда мы возвращаемся в это состояние единства, мы чувствуем, что все является одним целым. Наиболее сильно это проявляется в процессе медитации, когда вы собираете свое сознание в единое целое, и тогда вы чувствуете это состояние единства. Это состояние можно назвать квантовым сознанием или состоянием квантового равновесия, потому что здесь вы чувствуете, что нет разделенности на я и не я, на какие-то полярности, которые есть в нашем мире. Когда мы наблюдаем за внешней Вселенной, за реальностью, мы видим, что-то выделяется, какие-то частицы, слова, мы видим других людей, мы чувствуем разные энергии. Это все проявляется и взаимодействует. То есть мы вроде бы видим вот это различие, но однако на внутреннем уровне, если опять же мы возвращаемся в это состояние единства, мы видим цельность. И опыты квантовых физиков, они показали, что это действительно единое квантовое поле. И кванты, частички пространства, чувствуют друг друга на расстоянии. И тут даже нет ограничений какой-то скорости света или как бы казать. Это происходит одномоментно. Поэтому та концепция прошлого, настоящего и будущего, то есть линейности времени, она получается постепенно отходит на второй план. То есть мы приходим к концепции одномоментности. То есть не течение времени, а скорее наблюдение за временем, то, что мы называем перемещением в пространстве. Вот мы видим частичку, она перемещается в пространство. Мы говорим, что это связано со временем. Но также, когда мы наблюдаем это с суперпозицией, то есть как внешний источник, то там нет времени. Там есть одномоментность. К чему это все? Когда человек достигает квантового равновесия, квантового сознания, он понимает совершенно мир иначе. То есть у него уходит вот эта вот разделенность и состояние враждебности с собой, с другими людьми. То есть уходит борьба, появляется состояние единства. И вот когда я говорил в прошлых видео о процессинге, о состоянии единства, как раз это все было об этом. Это все подводилось к тому, что человек приходит в это состояние. То есть у кого-то это происходит постепенно, у кого-то это происходит как такой квантовый циткачок переосознания, и человек внезапно попадает в это состояние. Я все же придерживаюсь такого плавного подхода, потому что когда приходишь к нему плавно, и потом раз понимаешь это, то получается идет большое количество пониманий, и ты уже готов к этому. То есть когда приходишь в это состояние, уже не возникает какого-то отката назад или сопротивления. Происходит принятие, потому что готов, потому что понимаешь это состояние, и знаешь каково оно. И многие люди, они чего хотят? Они хотят спокойствия, счастья, радости. И я сам хочу этого. То есть по сути каждый человек, он хочет того, чтобы состояние его было хорошим, радостным, счастливым, чтобы он не действовал как-то неосознанно, а чтобы это было и шло через него изнутри. И вот когда это происходит, это действительно так. Мы можем достичь этого состояния, каждый из нас. И когда мы достигаем его, то происходит состояние покоя, радости и счастья. То есть когда вы находитесь в этом состоянии объединения, то вы чувствуете, что это оно. Это не что-то такое, что, ну скажем так, внешнее. Там по сути уходит внутреннее и внешнее. Наступает состояние единства. И вот в этом состоянии мы можем исцелять любые заболевания. Потому что что такое заболевание? Это отсутствие целостности, отсутствие вот этого единства. И когда мы в это состояние попадаем, то соответственно болезни уходят. То есть уходит то, что мы называем проявлениями болезней. Потому что болезни, они ведут нас к целостности. Когда приходит какая-то неприятная ситуация, мы спрашиваем, к чему ты хочешь нас привести? То есть какова твоя цель для нас? И чувствуем, да, то есть как она ведет нас в состояние целостности, в состояние покоя и счастья, осознанности. И когда мы приходим в это состояние вместе с ней, соответственно ее цель выполнена. Но мы можем прийти в это состояние самостоятельно. Мы не можем, не обязательно должны ждать какого-то внешнего фактора, что мол, о, вот сейчас к нам придет что-то, покажет нам путь. Да, так вероятно бывает во многих случаях, что приходит кто-то или что-то, открывает нам глаза, показывает путь. Но в данном случае мы сами можем прийти к этому состоянию единства. И вот цель Академии счастья и того, что я делаю, то есть процессинга, это приведение человека в это состояние единства, где он становится целостным, то есть исцеленным. И в этом состоянии у него, я же говорю, уходят все разногласия, уходят все недуги, болезни, какие-то враждебности, негативные эмоции. Он возвращается в это состояние гармонии, радости и счастья. И вот как раз это все для этого. То есть видео, которые я записываю, практики, которые я провожу, обучение, процессинг, это все для того, чтобы вернуть, помочь человеку вернуться в состояние единства. Давайте сегодня сделаем практику, почувствуем это состояние. Сядьте в удобном месте, закройте ваши глаза, создайте пространство, почувствуйте его. Почувствуйте себя в этом пространстве, как сознание, ваше тело в этом пространстве. И дальше почувствуйте это состояние единства. То есть когда вы, это не нечто отдельное, а как целостность, как вот энергия возвращается к вам, и вы чувствуете соприкосновение со всей Вселенной, ну то есть со всем сущим, все, что существует. То есть это происходит как процесс одновременного расширения, то есть чувствования всего вокруг. Вот почувствуйте, соединитесь с этим, ощутите это состояние. В полной мере, насколько это возможно для вас в настоящем моменте. То есть соприкоснитесь и ощутите состояние единства, покоя, радости и счастья. Побудьте в этом состоянии, ощутите каково оно. Если появляются какие-то вещи, которые мешают, разделяют, то есть вы их не отталкиваете, а наоборот, интегрируйте в себя, то есть принимайте, рассматривайте, какие они, откуда они пришли, какое послание они для вас несут. И давайте возможность этому проявиться, осуществиться, чтобы они завершили свой цикл и интегрировались в это пространство, чтобы они стали свободными и состояние их тоже улучшилось. То есть вот эта цель тоже состояние единства. Итак, расширяйтесь, расширяйтесь, чувствуйте это единство. И когда вы почувствуете его максимально, то есть насколько вы почувствуете, что вот все на данный момент, поблагодарите себя, пространство и перенесите это состояние в вашу жизнь. То есть чтобы вы в этом состоянии единства находились и могли действовать из этого состояния. И тогда вы увидите, что ваши действия совершенно другие, что они основаны на понимании, на взаимодействии с другими людьми, и что они не несут разрушения, а несут благо. И в этом состоянии вы можете действовать, жить, и, соответственно, это будет совершенно другая жизнь. Если у вас появятся какие-то вопросы, что-то не будет получаться, или вы захотите еще как-то преобразовать ваше состояние, напишите мне в личные сообщения, и мы сделаем бесплатную консультацию онлайн, где я смогу выслушать вас и рассказать, подробно ответить на вопросы, чтобы улучшить состояние, чтобы показать, как работает практика. Вот. На этом, друзья, мы будем заканчивать. Если это видео вам было полезным, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйте друзья в соцсетях, включите колокольчик для напоминания о новых видео. Они выходят на моем канале ежедневно. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями в любой соцсети, чтобы они тоже смогли посмотреть это видео. Вот. Также в описании есть мои книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». С ними вы можете познакомиться, прочитать их, и тоже написать ваш отзыв, как это откликнулось у вас. То есть, ну, узнаете больше о технологиях улучшения качества жизни. Мы увидимся с вами завтра, совсем скоро. А сейчас посмотрите видео, которые появились у вас на экране. Это видео о процессинге, о том, как улучшать свое состояние. Мой сайт, где больше информации. И, конечно же, подписка на мой канал. Подписывайтесь и добавляйтесь в друзья. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. Мы увидимся с вами завтра в следующем видео. И до скорой встречи.